Сука! Дальбаёк! Ты пидарас! Привет, ребята! Сегодня я буду говорить про русский мат. Русский мат? Для меня что это такое? Это искусство. Почему? Потому что я сейчас вам говорю. Когда я первый раз в России была, я очень много слушала. Говорили блин-блин-блин-блин блинчик. Почему они так часто блинчик говорят? И потом я другое слово слушала. Блядь и сука. Это в Корее переводить очень плохое слово. Сука по-корейски Кэньян. И в России можно подруга подруге говорить. Ой, ах ты сучка. Ну сильно не обижает. Ну это... Как это сказать? Ну просто как смешное слово. Шучит, да? Еще в Корее только используют, например, шибаль или шипаль. Очень как мало. Ну два или два, три, один даже. Ну очень мало. Но в России очень много пригодится. Это пригодительный и глаголи. Любое слово можно заменить мата. Например, можно сказать украли или спитли. Можно сказать упал, а можно сказать мата. Ёбнуться. Хорошо или плохо, да? Это хуйоба или пиздато. Ну как так? Я не могу верить. Ну люди так используют. Я знаю хуй и пизда. Почему хорошо плохо? Я не понимаю. Ну просто как... Поэтому я говорю искусство, да? Еще есть аккуленно. Это реально искусство. Ну понимаете, да? А еще у нас ребята что-то мы репетируем, да? Что-то с край, что-то крутое, что-то там очень хорошая ситуация. Они постоянно говорили охуенно, охуенно, охуенно. Если плохо, они говорят хуйня, 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 хуйня. Ну это... Поэтому в жизни очень много используют мат. Например, один раз мой однокростный наступил на иголку и потом он плятся, очень больно, больно, больно. И потом мы все собирались и иголку вытаскивали и один мальчик сказал, что ой, ты дарь боев. И потом он отвечал, ты по счету не диноксой. И так говорил. И мы просто никто не обижали. Просто ха-ха-ху-хо мы смеялись. Мне это очень понравилось. Например, в Корее если про это так говорить, кто-то обижает, но просто они не умеют, как использовать мат, как интересно использовать мат. в Корее такого нет. Русские ребята про это друг друга матом говорили, поэтому ситуация очень легко и кто-то наступил на иголку, ему не больно чувствовать, поэтому мне очень понравилось. К сожалению, в Корее только используют когда обижаются и ругаются. Или маленькие школьники. что мне нравится, русские люди, например, в театре или в автобусе или на метро, они не используют мат. Мне точно нравится. Это русские люди знают, когда использовать мат и где использовать мат. Но корейские школьники вообще ничего не знают, где использовать, где не использовать. Например, они так часто много людей есть, народ много там места. Они постоянно матом говорят, но это мне не нравится, потому что они не умеют как использовать мат. Ну конечно я знаю в мире школьники используют мат. Я тоже использовала. Сука! Дальвайов русский дик огромный и еще очень большой да? А еще другой есть чедель большие и еще огромный мат. Это круто. Я считаю это очень круто. А еще я много русских ютуб смотрю. Они так хорошо и много говорят мат. Например, два друга говорят он ему говорит что вообще ты пидарас он смеется или отвечает твоя мама шлюха бла-бла-бла да? Если в Корее то вообще невозможно про это договорить про маму шлюха о все 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 это все жизнь наверное враг стать. Еще очень интересно например кто-то но студент опоздал в школе или университете вдруг спрашивает почему ты опоздал он отвечает ну спрашивай твоей маме он не обижает просто он отвечает окей ну мама сказала что твой член маленький ну все это просто так просто очень смешно еще очень интересно еще как органичнее еще просто смешно в корее если youtube вот так говорят это вообще это дешевка и просто не могу просто как дешевка а еще в корее вообще как ну что разница например в россии умный человек да например на телевизор журналист ну я иногда смотрела да они используют мат надо такое надо что-то там надо сказать четко такой ну мат я сказала четко да а это корейский мат очень похожий есть в русский язык четко да а это в корее очень плохое это четко это смысл как fuck you и еще такой смысл но ну да я когда живу ну сейчас я живу в корее да иногда у меня тоже плохая ситуация плохой человек встречаю тогда я корейский мат не говорю потому что мне ну как мало есть использовать но я такая ситуация только использую русский мат бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла не только плохая ситуация я хорошую ситуацию тоже использую например охуенно и еще хорошо тебя видит например в России сам себе могу говорить мат например что-то не получилось говорят ну просто ой я мудак бла-бла-бла-бла ну это нормально а в Корее ну я не знаю это очень серьезно и потом ему нормально такой смысл ну ребята я всегда про это мат хотела говорить но сегодня наконец я про это с вами обсуждала и очень интересно было если вам понравилось поставите лайк и подпишитесь на канал всем удачи пока если не подпишите вы знаете что я могу говорить все Субтитры создавал DimaTorzok